Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную, очень простую по изготовлению шапочку. Связана она у меня на чулочных спицах, можно также вязать на круговых. Благодаря этому у нас не будет никакого шва ни с какой стороны, и ее можно будет одевать абсолютно, скажем, неважно какими сторонами. Вязала я ее с отворотиком назад и прикрепила помпончик. Можно помпончик не прикреплять, при этом она точно так же останется красивой. Вся высота шапочки от лобной части до закрытия макушки у меня составляет 26 см. Можно сделать ее еще более длиннее, при этом увеличив расстояние именно высоты от вязания резинки до закрытия макушки. Это по желанию. И на всю шапочку, полностью на весь размер данной шапочки, у меня ушло 2 третьих матка. Я вязала на окружность головы 54-55 см. И кому понравилось, обязательно не забудьте поставить лайк. Приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу Alize Lanago 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельно в видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два набора чулочных спиц, которые можете заменить на круговые. Это номер 3 для вязания резинки и номер 3,5 для основного узора. Также нам понадобятся ножнички, 5 маркеров либо булавочек, это для удобства распределения петелек, крючок для заправки краешек ниточек и сантиметр. Для обхвата головы 53-54 см нам нужно набрать 92 петли плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Для вязания шапочки 55-56 см вам будет достаточно 96 петелек. Почему такая разница 92-96 и так далее? Для вязания шапочки раппорт узора составляет всего 2 петельки, но для удобства закрытия макушки нам нужно число петель, которое бы делилось на 4. То есть 92-96, далее 100 и так далее. То есть лучше всего брать количество петель, чтобы было кратное 4. Тогда вы будете вписываться и в раппорт узора основного, это резинка 1х1 и переход на жемчужный узор. Точно так же и на закрытие макушки 4 клиниями. Также вы можете закрывать макушечку, к примеру, не 4 частями клиниями, а 5-6, в общем, на ваше усмотрение. Но в зависимости от того, скажем, сколько будет у вас клиниев, соответственно, варьируется и высота шапочки. К примеру, у меня закрытие макушки будет около 20 рядочков в высоту. Если, к примеру, клиниев было бы не 4, а 5, то, соответственно, было бы гораздо меньше рядочков, было бы быстрее закрытие нашей макушечки. Я буду делать на обхват головы 54 см, поэтому наберу 92 петли плюс 1 петлю для замыкания круг, которая у нас позже сократится. Я набираю начальные 2 петельки на одну спицу. Обратите внимание, что спицы у меня меньшего размера для вязания резиночки. Набрала 2 петли, затем приставляю и набираю остальные петельки. Я набрала 2 петли на одну спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. И затем приставила вторую, набираю самым обычным, самым удобным для вас способом 93 петли. Для удобства я набрала петельки в 2 этапа, 46 и 47 петелек. Затем делю общее количество петель на 4 спицы. Пока я делю визуально на глаз, приблизительно пополам каждую из спиц. Но в дальнейшем я распределю на каждую из спиц по равному количеству. Желательно для вязания основного узора и резиночки распределите по четному количеству, чтобы на каждой спице у вас было начало с лицевой петли, а оканчивалось изнаночной. Тогда у вас не видно будет привязаний, граней, там где у вас идет смена спиц. И так поделили визуально на 4 части и развернули к себе той стороной, где красивая наборочная косичка. С одной стороны зубчики повернули той, где у нас косичка. И посмотрите, чтобы край был не перекрученный. Затем коротенький хвостик ниточки отправляем наверх, рабочую ниточку отправляем снизу. И берем в руки первую и четвертую спицу, то есть начало и конец набора. И подтягиваем к краю спиц петельки. Смотрите, в левой руке у вас первые набранные 2 петельки, в правой руке у вас последняя набранная петелька. Переносим к последней петельке первую набранную. Вот так. Теперь последнюю петельку одеваем на первую и спускаем полностью со спицы. Вот так. У вас осталась на спице только первая набранная петелька на правой спице. Возвращаем ее обратно на левую. И обратите внимание, что вот эта последняя набранная петелька у нас спустилась между спицами. Теперь короткий краешек ниточки тянем на себя, рабочую ниточку от себя. Вот так. И отправляем кончик ниточки, вот этот краешек коротенький, к рабочей ниточке. Вот так. И теперь для удобства отметьте между первой и четвертой спицей начало ряда самой обычной булавочкой, либо маркером. То есть, чтобы вы ориентировались, что это у вас первая спица, это четвертая. Вот так у нас должно получиться. Теперь берем пятую рабочую спицу и начинаем вязать первый ряд. Причем первые несколько петелек я провяжу за две ниточки, для того, чтобы мне сразу спрятать краешек ниточки коротенький. Затем я его просто отрежу и он мне не будет мешать, его не нужно будет заправлять. Начинаем вязать с первой петельки, она у нас лицевая. Далее вторая петля, изнаночная. И так продолжаем чередовать. Лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав 5-6 петелек, я бросаю короткий краешек ниточки, хорошо его подтянул. И продолжаю вязать лишь только рабочей ниточкой, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Лицевая, изнаночная. То есть мы сейчас первый ряд вяжем, формируем резиночку один на один. Вот так вот. Начали мы с лицевой петли, я закончу изнаночной. Причем если у вас остается лишняя петелька, переносим ее на следующую спицу. Вот так. Закончилась у нас изнаночной петлей. И начинается с лицевой петли следующая спица. Продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Уже при вязании первого ряда хотите, можете отсчитывать равномерное количество петель на каждой спице. Но так как у меня нечетное количество, то я все равно пока буду вязать произвольное количество петель на каждой спице, чтобы у меня было четное количество. Не важно абсолютно сколько петель на каждой спице. И если мы будем начинать с лицевой петли, а оканчивать изнаночной петлей на каждой спице, опять же таки не будет растянутая крайняя петелька. И не будет видно перехода из спицы на спицу. Если вы вяжете на круговые спицы, то у вас с этим проблем не будет. Итак, закончилась изнаночной петлей и снова следующую спицу мы начинаем с лицевой. Будем заканчивать спицу изнаночной петлей и четвертую спицу также я начну лицевой петлей и заканчивать буду изнаночной петлей. Причем благодаря тому, что у нас сократилась петля для замыкания в круг, то у нас осталось изначальное количество петель. В данном случае у меня это 92 петли. Четное количество, поэтому ряд у нас должен закончиться изнаночной петлей. Это обязательно. Лишние петельки я переношу просто на следующую спицу. И продолжаю вязать. Последняя петля у нас ряда будет обязательно изнаночная, так как мы начали с лицевой. Первый ряд связан и второй и каждый последующий ряд мы будем вязать абсолютно одинаково. Над сформированным первым рядом лицевыми и изнаночными петельками мы так и будем чередовать, продолжать вязать лицевые и изнаночные петельки. Первая петля у нас лицевая, поэтому я завожу за ближайшую стеночку и вяжу петельку лицевой. Причем сейчас я вяжу, обратите внимание, две вместе ниточки, петельки, так как мы вязали в двойную ниточку первые несколько петель. Затем изнаночную и изнаночную я буду вязать за дальнюю стеночку, для того, чтобы красивой развернутой косичкой у нас была внутренняя сторона. Снова лицевую вяжу за ближайшую стеночку, а изнаночную за дальнюю стеночку. И так продолжаю вязать лицевую над лицевой, изнаночную над изнаночной. Так как у нас, скажем, последняя петля была, в данном случае у меня шестая петля, в двойную ниточку, то хорошо подтяните вот этот короткий краешек ниточки и можете уже эту ниточку отрезать, чтобы она вам не мешала. Уже краешек ниточки заправлен, поэтому никуда она у вас не денется и заправлять в дальнейшем не нужно, что очень является удобным. И так продолжаем вязать лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Провязав первую спицу, мы переходим плавно ко второй, третьей и четвертой, если вы вяжете точно так же, как и я, на чулочных спицах. Если на круговых, то просто отметьте начало-конец ряда вот такой булавочкой или маркером и продолжаем вязать резиночку один на один. Уже по связанному второму ряду по первой спице, я думаю, видно, как у нас ложатся петельки, то продолжаем вязать над лицевыми лицевые петли, над изнаночными и изнаночные петли до нужной ширины нашей резинки. Я люблю резиночку пошире, и для данной модели резиночка пошире является очень красивой. Для удобства, скажем, можете взять сантиметр или линейку и отмерять, просто не считая количества рядочков, просто провязывать ширину резинки. У меня это будет 7 сантиметров. Хотите, можете чуть уже, хотите, можете чуть шире. То есть это уже дело вкуса. Сейчас, провязав два ряда, вы видите, что уже провязан порядка сантиметра. То есть, исходя из этого, провяжите нужное количество рядочков для изначальной ширины. Вот, то есть продолжаем дальше вязать второй ряд по рисунку, третий, четвертый и так далее. Уже ряды сформированы. Нам остается лишь только провязать высоту резинки. И вот эту ниточку можете уже отрезать. Итак, я вот связала 7 сантиметров, у меня вместилось 19 рядочков. Последний ряд на спице я не считаю за сантиметры, так как он уже идет непосредственно в сам рисуночек. Вот у нас 7 сантиметров высоты, готовая резиночка. И мы меняем спицы на размер побольше и начинаем вязать первый ряд основного узора. Смотрите, у нас была лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная очередование. Сейчас вяжем в шахматном порядке со смещением. Над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Итак, продолжаем дальше чередовать. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот, начинаем с первой петельки. Вяжем изнаночная, вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая. Лицевую я вяжу изнаночной за ближайшую стеночку, изнаночную вяжу лицевой за дальнюю стеночку. Итак, чередую весь ряд. Изнаночная над лицевой, а над изнаночной лицевая. Итак, продолжаю. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вот так вот вяжу. При этом каждую спицу я буду менять на размер побольше. Довязала первую спицу, отложила в сторону, взяла размер побольше. И теперь смотрите, у нас получается вот такой замечательный первый ряд в шахматном порядке по соотношению вязанной резиночки один на один. Первый ряд связали основного узора и уже вы видите, что у нас немножечко пошел узорчик слегка на расширение. И не забудьте поменять последнюю пятую спицу рабочую и продолжаем вязать второй ряд. Во втором ряду у нас первая была в первом ряду изнаночная, вторая лицевая. Во втором ряду повторяем точно так же. Над изнаночной я вяжу изнаночную за дальнюю стеночку, а над лицевой второй вяжу лицевую за ближайшую стеночку. Итак, продолжаем вязать по рисунку над изнаночной, изнаночную, над лицевой, лицевую, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И если вы посмотрите на ваше вязание, у вас получается шла резиночка 1х1 и сейчас пошла со сдвигом на одну петлю такая же резиночка 1х1 в 2 ряда. Вот, значит, вы вяжете все правильно. Точно так же продолжаем дальше, над изнаночной, изнаночной, над лицевой, лицевой. Провязали первую спицу, перешли ко второй спицу и так вяжем до самого конца ряда. Вот он наш маркер, вот значит вяжем первую, вторую, третью и четвертую спицу по рисунку. Довязали второй ряд и теперь в третьем ряду делаем снова смещение. Первая у нас шла изнаночная, вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая. Теперь над первой изнаночной вяжем лицевую, над второй лицевой вяжем изнаночную. То есть снова со смещением вяжем над изнаночными лицевые петли, а над лицевыми петлями изнаночные. Изнаночную лицевую я вяжу за дальнюю стеночку, а лицевую изнаночную за ближайшую стеночку. И снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так вяжу до самого конца ряда. По соотношению к предыдущему ряду идет сдвиг в шахматном порядке. Над лицевыми петлями, еще раз повторюсь, изнаночные мы вяжем, а над изнаночными петлями вяжем лицевые до конца третьего ряда. Четвертый ряд это последний ряд рапорта высоту, поэтому мы вяжем его по рисунку, который задали в третьем ряду. Первая у нас идет лицевая, поэтому вяжем над лицевой лицевую. Вторая изнаночная, вяжем изнаночную. Над лицевой третий вяжем лицевую, над изнаночной вяжем изнаночную. Лицевую я вяжу за ближайшую стеночку, изнаночную я вяжу за дальнюю стеночку. И так продолжаю вязать до конца ряда. Уже по сформированному узору предыдущего ряда мы просто вяжем по рисунку. Изнаночная над изнаночной и лицевая над лицевой. Как вы успели заметить, все четные ряды мы будем вязать по рисунку. Второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее. Мы будем вязать по рисунку, который задаем в нечетном ряду. Первом, третьем, пятом, седьмом и так далее. В каждом нечетном ряду, первый, третий, пятый, седьмой, мы будем смещать в шахматном порядке чередование лицевая и изнаночная петля. То есть, смотрите, вы, к примеру, провязали в первом ряду лицевая и изнаночная. Значит, во втором ряду по рисунку также чередуем лицевая и изнаночная. В третьем ряду уже меняем изнаночная и лицевая. В четвертом ряду так и вяжем по рисунку изнаночная, лицевая чередуя. То есть, узор двойной жемчужной вязки, почему называется рис, ну то есть жемчужный. Он идет как бы в шахматном порядке по соотношению друг к другу. И почему двойной? Потому что повторяется по два ряда. То есть вы задаете в первом ряду узор, который повторяете во втором ряду. В третьем ряду в шахматном порядке сдвигаете узор буквально на одну петлю. То есть над изнаночной вяжете лицевую, над лицевой изнаночной. По соотношению к предыдущим двум связанным рядочкам. И четвертый ряд вы продолжаете вязать по рисунку, который задаете в третьем ряду. То есть абсолютно ничего сложного. Вот он наш раппорт узора. Один практически завершен. Осталось только довязать буквально мне две спицы. И все. И мы будем повторять все с первого ряда, который мы начали с вами вязать после завершения провязывания высоты резиночки. Раппорт узора довязан до конца. И теперь смотрите, ориентируясь на первый ряд, можно, а можно и просто по рисунку ориентируясь. Над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Так продолжаем чередовать. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В следующем ряду мы точно так же свяжем. Первая у нас будет изнаночная, так как над первой изнаночной вяжем изнаночную. Над второй петлей у нас будет лицевая, так как в первом ряду мы сделали смещение. В первом ряду раппорта узора, уточню, сделали смещение. Поэтому у нас сейчас идет пятый ряд, повторяющий наш первый ряд. А так самое главное запомните, что в каждом нечетном ряду мы просто делаем смещение на одну петлю. Или просто над лицевой предыдущего ряда вяжем изнаночную, а над изнаночной петлей предыдущего ряда вяжем лицевую. Вот так чередуем в шахматном порядке до конца этого ряда. Следующий ряд у нас будет шестой по рисунку, как и был второй и четвертый. Затем мы в седьмом ряду сделаем смещение, как делали в третьем ряду. Снова в шахматном порядке провяжем петельки по соотношению друг к другу. И наш заканчивающий восьмой ряд, это закончится у нас второй раппорт узора в высоту. Он у нас будет, как и прежде, все четные ряды по рисунку. Я думаю, что у вас ничего сложного, скажем, вопросов не возникнет никаких. Хотите, можете отмотать на первый ряд, который мы вязали после узора резиночки, там где меняли спицы на больший размер. И вяжите по вот эти вот четыре ряда, повторяя постоянно высоту. Эти четыре ряда мы будем повторять до тех пор, пока не провяжем нужную высоту шапочки. И не начнем закрывать макушку. То есть сейчас мы связали с вами резиночку, которая у нас будет на лобной части. Затем продолжаем делать основной узор двойной жемчужной вязки на высоту, скажем так, середину шапочки, до тех пор, пока не начнем делить петельки и убавлять петли для закругления нашей макушки. Я связала среднюю высоту и от начала вязания до того момента, когда я начинаю закрывать петли для макушки, у меня провязано 19 сантиметров. То есть у меня вместилось 7 сантиметров резинки и 8 рапортов узора двойной жемчужной вязки. Как вы видите, немножечко средняя ширина у нас расширилась по сравнению с изначальной резиночкой. Вот, но все так и должно быть. Теперь мы начинаем закрывать петельки для макушки. Нам нужно общее количество петель поделить на 4 равные части. И я 92 петли свои делю на 4 равные части. У меня получается по 23 петли на каждом участке из линии. Так как у меня 4 спицы чулочные, то я просто поделила по 23 петли на каждую из петли. Если же у вас на круговых спицах вязание, то рекомендую использовать либо булавочки, либо маркеры для того, чтобы отметить, скажем, участки клиньев. То есть вы отсчитываете от начала, от первой петельки ряда 23 петли и ставите булавочку. Далее снова 23 петли, ставите булавочку. Но это для тех, кто вяжет на круговых спицах. Для тех, кто как я, то просто разделите на каждую спицу по, скажем так, одной четвертой части общего нашего количества петелек. У меня 92, значит по 23. У вас, возможно, 96, соответственно, по 94 петли и так далее. Чтобы не нарушать вот этот вот наш двойной жемчужный узорчик, то я и буду продолжать делать закрытие, основываясь на вот этой вязке. Чтобы у нас шапочка имела более завершенный вид, красивый, то я так и буду продолжать вязать нашу жемчужную вязку. То есть мы сейчас довязали последний ряд 8 рапорта, то я начну первый ряд 9 рапорта вязать. И параллельно делать убавление. Убавление я буду делать в каждом нечетном ряду, то есть первый, третий, пятый, седьмой и так далее ряды макушки. А каждый четный ряд я буду вязать по рисунку, то есть как и вязали ранее вот этот наш узорчик. Итак, сейчас, так как у меня по 23 петли на каждом из участков, то я буду вязать количество петелек, чтобы у меня осталось 3 последние петли. То есть в данном случае это 20 петелек. Вы уже ориентируетесь на свое вязание. К примеру, у вас 24, то, соответственно, вы провязываете по рисунку 21 петельку, а не 20, как у меня. Но пока вяжем как первый ряд рапорта узора. Над лицевой я вяжу изнаночную петлю, а над изнаночной лицевую. Вот так вот вяжу первые 20 петелек. На первом участке в конце у меня останется 3 непровязанные петельки. Последняя 20 петелька у меня провязана по чередованию и смещению лицевая. Теперь 3 последние петельки мы вяжем вместе одной изнаночной петлей. Вот так. То есть делаем убавление двух петелек в конце первого участка. Дальше продолжаем вязать по рисунку. Над изнаночной вяжем лицевую, а над лицевой – изнаночную. И снова 20 петелек. То есть лицевая и изнаночная чередуем со смещением до тех пор, пока у нас на втором участке не останется 3 петли. Провязали второй участок. Последняя петля по чередованию у нас изнаночная. То есть сейчас должна идти лицевая. Но, несмотря на это, мы все равно 3 последние петли в участке продолжаем вязать вместе одной изнаночной петлей. Сейчас объясню, почему изнаночной петлей, а не лицевой. Так как по чередованию у нас сейчас должна идти лицевая петля. Смотрите, если мы 3 вместе петли провяжем одной лицевой, то у нас получится грубое убавление. Если у нас будет лицевая петля, как бы такая вот видимая очень, то вот эта изнаночная петля, она как бы смягчает нам линию убавления, вот эта как бы клинышка наша, и выглядит более аккуратнее. Теперь дальше продолжаем. У нас идет лицевая, мы вяжем на дне изнаночной. И посмотрите, что у нас получается. У нас получается 3 изнаночные петли подряд. Абсолютно ничего страшного. Сейчас при вязании второго ряда я вам расскажу, как мы будем вот эту линию, скажем, еще более сглаживать. Итак, над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой, изнаночную, и снова до последних 3 петелек на данной спице. Если у вас круговое вязание отмечено маркером 23 петля, то от нее отсчитываем еще 2 петельки. Теперь смотрите, у нас провязана последняя 20 петля, лицевая. Соответственно, должна идти по чередованию изнаночная. Но, хоть она идет по чередованию, хоть нет, то мы все равно вяжем 3 петли. Лицевую, изнаночную, лицевую в данном случае одной изнаночной петелечкой. И продолжаем дальше вязать наши 20 петелек до 3 последних петель на последней спице. Но соблюдайте, что над изнаночной мы вяжем лицевую петлю, а над лицевой изнаночную петлю до последних 3 петель рядом. Провязали 20 петелек и в конце ряда у нас 3 петли. По чередованию у нас последняя идет изнаночная петля, соответственно, сейчас должна идти лицевая петля. Но мы все равно 3 петли вяжем вместе одной изнаночной. Вот так. Все, провязали первый ряд и в каждом из клиньев мы убавили по 2 петли. То есть сейчас у нас уже не 23 петли, а 21 петля на каждой из частей. Второй ряд мы вяжем по сформированному рисунку первого ряда. Изнаночная вяжем над изнаночной, лицевая вяжем над лицевой до последней петельки. То есть просто вяжем по рисунку наши как бы петельки, те, которые мы вязали, не трогая, не делая убавления. Убавление мы делали лишь только на последних 3 петелях, которые в этом ряду всего лишь одна последняя петля. То есть мы вяжем все петельки по рисунку до последней петли. Теперь смотрим. По чередованию она должна идти изнаночной. Затем следующая идет по чередованию на следующей спице. Первая петля лицевая. Все правильно. Значит вяжем эту петлю убавления нашего предыдущего ряда изнаночной петлей. А дальше первую петельку следующего ряда все правильно по рисунку вяжем лицевой. Итак, продолжаем снова до последней петли на второй части вязать по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И не довязав последнюю петельку остановитесь. Мы посмотрим, что у нас, скажем, со смещением идет там. Предпоследняя петля у нас изнаночная, то есть по чередованию должна идти лицевая. Но у нас идет убавление изнаночной петлей. И дальше первая петля на следующей спице у меня идет также изнаночная. То есть 3 изнаночные подряд. Что мы делаем? Мы первую провязали изнаночной, то есть предпоследнюю петлю. Петлю убавления мы вяжем лицевой. А дальше у нас идет первая петля на следующей спице изнаночная. То есть так и получилось чередование лицевая и изнаночная. И дальше по рисунку снова до последней петли этой части вяжем по сформированному узору над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночными до последней петельки. Но я уже могу сразу сказать, что последнюю петельку мы свяжем изнаночной, то есть петлю убавления, потому что по рисунку сейчас идет предпоследняя лицевая и первая петля следующей спицы лицевая. Поэтому эту спицу довязываем до конца по рисунку чередования лицевая и изнаночная и следующую спицу довязываем лицевая и изнаночная до последней петельки. Последнюю петельку мы с вами поменяем. Довязали до последней петли ряда, она у нас петля убавления, но мы вяжем над ней лицевую, так как предпоследняя петля ряда у нас идет изнаночная. Теперь вяжем третий ряд. Третий ряд это нечетный ряд, поэтому ряд с убавлениями. Мы сейчас будем делать смещение и не довязывать 3 последние петли каждой из частей. То есть сейчас мы над изнаночными вяжем лицевые петли, а над лицевыми вяжем изнаночные петли до 3 последних петель каждой из частей. То есть 18 петель со смещением в третьем ряду. Дальше, не довязав 3 последние петельки первого участка, вяжем вместе 1 изнаночной петлей. Все 3 петельки. Вот так. Дальше вяжем следующий участок. Провязали обязательно убавление изнаночной петлей. И дальше опять у нас идет в начале следующего участка лицевая петля, которая со смещением должна быть изнаночной. Поэтому обратите внимание, что у нас снова 3 изнаночные подряд. Но ничего страшного. Продолжаем над изнаночной вязать лицевые петельки, а над лицевыми изнаночные. До 3 последних петель второго участка. То есть снова 18 петель вяжем со смещением по рисунку. А дальше 3 последние петельки, независимо от узора, мы провяжем вместе 1 изнаночной петлей. Вот они остались 3 последние. По чередованию они должны идти изнаночной петлей. Благодаря убавлению изнаночной петли все как бы хорошо по рисунку у нас так и должно быть. Лицевая, затем изнаночная. Снова продолжаем. Переходим к третьему участку и над изнаночной петлей вяжем лицевую. Над лицевой вяжем изнаночную. То есть ряд со смещением. Продолжаем вязать 18 петель со смещением лицевая над изнаночной, изнаночная над лицевой. До 3 последних петель. 3 последние петельки на третьем участке мы с вами свяжем снова изнаночной петлей. Независимо от того, какие они должны быть по чередованию. К примеру, сейчас должна по чередованию быть лицевая, так как последнюю мы связали изнаночной. Но все 3 петли вместе вяжем одной изнаночной петлей. И переходим на четвертый участок. Четвертый участок у нас начинается с изнаночной над лицевой. Дальше вяжем лицевую над изнаночной. До 3 последних петель полностью уже четвертой части и третьего ряда. В конце ряда 3 петельки вяжем вместе одной изнаночной петлей. Независимо от петельки. Но они в принципе у нас легли по рисуночку. Четвертый ряд мы с вами свяжем по рисуночку. Над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными, изнаночными. Но при этом будем соблюдать до конца ряда чередование лицевая и изнаночная петля. Итак, над первой лицевой вяжем лицевую, дальше изнаночная. Лицевая, изнаночная. И чередуем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. То есть второй ряд, как мы всегда вяжем четный ряд, закрепляем нечетный ряд, предыдущий связанный по рисунку со смещением. И доходим вот до последней петельки первой спицы. Она у нас должна быть лицевая, поэтому убавление провязываем лицевой петлей по чередованию. Вот она изнаночная предыдущая, убавление лицевая. Дальше первая петля следующего участка у нас изнаночная. Так и продолжаем вязать изнаночная чередуя, лицевая, изнаночная, лицевая. Последнюю петельку на втором участке также смотрим по чередованию лицевая и изнаночная петля, чтобы просто шло, скажем, по рисунку. Во втором ряду или в каждом четном ряду, четвертом, шестом и так далее, мы смотрим уже, как бы уравниваем наш узорчик. Снова у нас идет лицевая предпоследняя, изнаночная, так и вяжем над изнаночной петлей убавление. Дальше продолжаем вязать третий участок наш. Начинается он с лицевой, поэтому вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до последней петли. Последняя петелька у нас здесь идет изнаночная, так как изнаночными петлями делаем убавление. И предпоследняя петля изнаночная, поэтому петлю убавления последнюю мы свяжем лицевой в конце третьего участка. Вот довязываем предпоследняя у нас изнаночная, по чередованию петля убавления последняя должна идти лицевой, поэтому вяжем ее лицевой. И последний четвертый участок провязываем по рисунку и в конце у нас закончится последняя петля изнаночной, то есть петля убавления у нас легла здесь по рисунку, все отлично. Довязываем до конца ряда, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. В пятом ряду продолжаем делать убавления. Итак, сейчас вяжем по рисунку со смещением все петельки до трех последних петель снова нашего участка первого. У меня это получается 16 петелек, поэтому над лицевой первой я вяжу изнаночную, далее над изнаночной вяжу лицевую. Итак, продолжаю чередовать изнаночная, лицевая до трех последних петель первого участка. Три последние петли я вяжу вместе одной изнаночной петлей, независимо от рисунка. И дальше продолжаю снова. Над изнаночной вяжу лицевую петлю, над лицевой вяжу изнаночную петлю. Снова наши 16 петель чередую со смещением и 3 последние петли вяжу одной изнаночной петлей вместе. И вот так продолжу на каждой из частей вязать по 16 петель со смещением по рисунку. И каждые последние 3 петли участка, независимо от узора, продолжаю вязать изнаночной петлей. И лишь только я в четном ряду буду приравнивать. Там, где у нас лицевые, я буду вязать лицевые, там, где изнаночные, изнаночные. Но при этом вот эти наши, скажем, петельки, которые убавления, я буду чередовать, исходя уже от основного чередования узора. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И как вы видите, мы в каждом нашем, вот я довязываю 3 петли вместе одной изнаночной и на каждом из участков. И опять же таки, в четном ряду я буду уравнивать, к примеру, там, где у меня 3 изнаночные подряд, то, соответственно, я буду вязать лицевая, изнаночная, лицевая. Или, то есть, уже смотреть, скажем, исходя из рисунка. Связали 3 вместе изнаночной петлей и переходим на следующий участочек. Снова со смещением вяжем наши 16 петелек, 3 последние петли вместе одной изнаночной. И вот так вот я буду довязывать до самого-самого конца ряда, к которому мы уже подошли. Вот осталось 3 петли, я их вяжу вместе одной изнаночной. Вот так. Теперь следующий четный ряд я над изнаночными вяжу изнаночные, над лицевыми петлями вяжу лицевые. Здесь у меня в конце спицы изнаночная петля убавления, перед ней лицевая. Значит, все хорошо. Первую спицу я провязываю просто по рисунку, чередуя лицевая и изнаночная, как у нас легли петли в предыдущем ряду. На следующем втором участке у нас 2 изнаночные подряд, поэтому последнюю петлю убавления я провяжу по чередованию лицевой петлей. Начинаю с лицевой петли, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть по сформированному рисунку. И последняя петля, у меня будет петля убавления, вязаться лицевой. Третий участок я провяжу по рисунку. Он начинается с изнаночной петли и в конце идет лицевая, изнаночная, то есть по чередованию. Поэтому вяжем полностью третий участок по рисунку, который сформировали в предыдущем ряду. И лишь на четвертом участке, в конце ряда, у нас снова идут 2 изнаночные петли, поэтому последнюю я свяжу петлю ряда лицевой по рисунку. Продолжаю вязать я лицевая, изнаночная. И в конце ряда по чередованию, судя, у меня будет лицевая петля. Довязали четный ряд до конца и в седьмом ряду снова это ряд с убавлениями. Все петельки вяжем по рисунку со смещением до трех последних петель на каждом участке. Три последние петли вяжем вместе одной изнаночной. И так на каждой спице. Все петельки вяжем со смещением, то есть над лицевой, изнаночной, над изнаночной, лицевые петельки вяжем до трех последних петель. Три последние петли на каждом из участков вяжем изнаночной петлей. И в каждом четном ряду продолжаем вязать по рисунку над сформированными петлями. То есть над изнаночной продолжаем вязать изнаночной, над лицевыми петлями вяжем лицевые петли. И уже исходя из чередования, которое вы вяжете обычные промежуточные петельки, то убавление вяжем по рисунку. К примеру, у вас петля убавления всегда будет изнаночная, но по чередованию она у вас должна быть в четном ряду лицевая, поэтому провязывайте ее лицевой. Я думаю, что здесь все понятно. Вот так продолжаем вязать каждый нечетный ряд с убавлением, 3 последние петли вместе изнаночной, а каждый четный по рисунку чередование лицевая и изнаночная, как мы вязали с вами каждый четный ряд с жемчужной нашей вязки. Вот так и будет наша закругляться постепенно макушечка. И вот я еще связала 7 нечетных рядов и 7 четных рядов, то есть общая высота нашей макушки получилась всего в 20 рядочков. Сейчас я провязав 20 четный ряд, буду делать закрытие петелек. Смотрите, у меня убавление получилось до 3 петель на каждой из частей, то есть до 12 петелек. Можно, в принципе, было бы еще раз сделать ряд с убавлениями, но мне кажется, что это будет слишком грубо. Я провязав четный ряд по рисунку, сейчас буду вязать закрытие. Смотрите, каким образом. Первую петлю я провяжу лицевую и верну ее обратно на спицу. И затем каждую последующую петельку я переодеваю на нее и спускаю полностью со спицы. То есть переодеваю на первую петельку и спускаю со спицы. Дальше одну освободившуюся спицу убираем, переводим петельку на следующую спицу. И так по очереди снова переодеваю и спускаю полностью со спицы. У нас в конце при переодевании по кругу каждой петельки на каждую последующую спицу, вот так вот, должно остаться в итоге всего одна первая лицевая провязанная петля. Вот так. То есть я убираю, как вы видите, постепенно по одной спице, переодеваю по три петельки с каждой спицы на первую петлю. И в итоге вот у меня остается одна рабочая спица и последняя, на которой три петли. Вот спустив полностью все петельки, вот так вот, у меня осталась одна единственная петля. Теперь можно рабочую ниточку потянуть, подтянуть эту петельку, еще раз подтяните петельку. То есть я вытаскиваю сначала петлю, затем рабочую ниточку потягиваю, петлю рабочую ниточку. И вот они все, наши 12 петелек остались на вот этой петле. Теперь осталось нам только эту петлю переодеть на крючок и сделать две воздушные петли, закрепив как бы наш краешек. Либо просто можете такой же спицей провязать как бы лицевую петлю из этой петли. Вот так. Один раз лицевую петлю хорошо закрепите. И второй раз лицевую петлю хорошо закрепите. Эту ниточку можно отрезать и достать краешек, скажем, с изнаночной стороны. Вот так хорошо затяните. И у нас получилась вот такая замечательная аккуратная макушечка. Если вы посмотрите, в принципе, вот эти клинья, 4 их у нас, 1, 2, 3, 4, не сильно кидаются в глаза. То есть углы у нас аккуратные. Посмотрите, то есть нет такого четкого перехода. Вот он у нас буквально слегка виден. Но если бы мы делали клинья лицевыми петлями, у нас были бы грубые переходы. Вот посмотрите, какие аккуратные, плавные получились у нас переходы. Если бы вы связали от резинки немножечко выше перед убавлением макушки, то, соответственно, шапочка у вас получилась бы длиннее. Но, как на мой взгляд, на этот размер более чем, скажем, достаточно и этой длины. В общем, у меня получилась шапочка 26 см. То есть от начала нашего вязания первого ряда до последнего ряда макушки у меня получилось 26 см. И теперь нам остается лишь только краешек ниточки спрятать с изнаночной стороны. И по желанию, конечно же, можно прикрепить помпончик. То есть если вы хотите помпончик прикрепить, у вас получится вот такая шапочка. Благодаря вот этому такому расширению нахлесту у нас получается некий такой вот отворотик назад. Либо же можно этот отворот загинать во внутреннюю сторону, как сейчас модно. То есть, в принципе, и так и так можно носить. Если вы сделаете шапочку еще более короче, к примеру, 21 см всего с макушкой высоты, то у вас получится обычная классическая шапочка на голову. И опять же таки можно сделать помпончик. У вас осталось небольшой кусочек пряжи, скажем, моточек пряжи. То можете из моточка пряжи сделать помпон именно вот такой вот из пряжи. Как сделать помпон есть в отдельных видео. Я сейчас показывать этого не буду. И по желанию, конечно же, можете связать снуд под данную шапочку. Все ссылочки я оставлю под этим видео. Смотрите ниже. Спасибо, что оставались со мной. И забудьте лайкнуть. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.